Здравствуйте! Это программа «Наше время». В этом году молодежному движению «Школа жизни» исполняется 10 лет. Это автор и руководитель проекта, депутат Кривого Законодательного Собрания Всеволод Кондратьев. Сегодня у нас есть возможность узнать, как все начиналось и что сейчас представляет из себя это движение, потому что Всеволод сегодня гость нашей студии. Здравствуйте, Всеволод! Добрый день! Кратко, как же все-таки все начиналось? Время быстро очень летит, уже прошло 10 лет. Ровно 10 лет назад появилась идея помочь одной из общеобразовательных школ города Барнаула. И мы решили помочь самой школе. В дальнейшем мы стали помогать не только школе, а уже самим ребятишкам. Мы когда столкнулись с тем, что ребята предоставлены сами себе, то, наверное, счастливое детство у тех, кто застали пионерию октябрят, сегодня в школе этого не существует. И мы начали, организовали на базе этой школы некий клуб, он назывался у нас «Твой выбор». И на базе этого клуба мы организовали и кружки, и мероприятия, и компьютерный класс. Потом мы предложили это в другие школы, и вот на протяжении 10 лет к нам присоединялись школы вторая, третья, четвертая. Сначала это были городские школы, а потом мы получили уникальный опыт включения в наш проект еще и сельские школы. И вот на сегодняшний день у нас более 200 школ находятся в проекте, порядка 15 тысяч участников так называемого молодежного движения «Школы жизни». А каковы основные ценности вашего проекта «Школа жизни» и вокруг каких тем, скажем так, он строится? То, что мы хотим видеть в наших детях, мы то же самое хотим увидеть в наших школьниках. Соответственно, ценности семьи, патриотизм, любовь к малой родине, личностный рост. И вот именно эти ценности мы на протяжении всех 10 лет пытаемся нашим школьникам каким-то образом преподнести. Угу. Знаю, что сегодня участников вашего молодежного движения, это 20 районов края, именно за счет них движение стало таким масштабным. Вот об этом поподробнее. Да, мы объединили 20 районов Алтайского края. Как вам это удалось? Вот сначала начинали же с Барнаула. Очень медленно. То есть процесс 10 лет. Мы думали, что проект можно развить за очень короткий промежуток времени, но это так не получается. Мы попали в один район. Сначала город Барнаул. Потом пригласили ближайшие районы Алтайского края в город Барнаул на участие в проект. Потом к нам присоединились другие районы. И в итоге мы дошли до 20 районов. Проводим мероприятия в каждом районе. Сегодня стали проводить окружные мероприятия. Так как в одном место собрать уже у нас не получается. У нас происходят предварительные этапы по всему Алтайскому краю. Славгород, Угловский район, Заринский район, Первомайский район. А потом у нас проходят форумы. У нас традиционно проходят три форума в году. Это весенний, осенний и зимний. Весной мы подводим итоги годовые, осенью даем старт на новый учебный год. Ну а зимой у нас проходит школа актива, где мы ребят подготавливаем более, ну как бы, ну чтобы они не забыли между двумя форумами, чтобы у них время было. Ну вот что сейчас представляет из себя молодежное движение школы жизни? Она из себя представляет сегодня вовлечены и студенты самых ведущих вузов Алтайского края. То есть все вузы Алтайского края ведущие принимают участие в молодежном движении школы жизни. Почему им это интересно? А наверное самая первая интересная история была, когда мы встретились со всеми руководителями профсоюза вузов и попросили их принять участие как наставники в школе. Нам был первый вопрос от студентов, как раз какая мотивация студента прийти в школу к школьнику, какая мотивация потерять время, силы, энергии. И мы тогда не смогли ответить на этот вопрос. Мы просто договорились, что давайте попробуем вспомнить старые вот эти пионерские, комсомольские, октябрятские идеи и попытаемся воплотить в школу. И нас они поддержали. А сейчас эта мотивация становится, это личностный рост. Те школьники, которые у нас были пятиклассниками, потом девятиклассниками, потом одиннадцатиклассниками, сегодня они студенты. И вот именно те задатки передачи опыта, наставничества у школьника начинается впитываться. Знаете, как в кровь это впиталось. И он уже студент имеет такое желание, он внутреннюю мотивацию прийти в школу и передать свой опыт. Личностный рост это главное для студента или нет все-таки? Наверное, один из основных мотиваторов, которому молодой человек должен стремиться. Конечно, когда он может организовать школьников, когда может передать какой-то свой опыт, когда он может выступить перед публикой, когда он может провести какое-то мероприятие, он сам в своих глазах растет. Он становится раскрепощенный, он становится уверенный в себе. Это уже будущий лидер. Ну, я не могу не вспомнить об этом. В эти дни проходит Международный молодежно-управленческий форум АТР. Впервые появилась площадка, оператором которой является проект «Школа жизни». Как можно охарактеризовать взаимодействие вашего проекта вот с таким масштабным форумом, как форум АТР? Так вот случилось, не знаю, случайно или закономерно, АТРу 10 лет и молодежному движению тоже 10 лет. Так вы ровесники. Да, мы ровесники. Проект АТР направлен на объединение студентов, молодежи, именно студентов. И там проходят великолепные тренинги, мастер-классы, объединение студенческой молодежи. Мы работаем со школьниками. И получается как раз очень хорошее продолжение развития школьных форумов, молодежного движения «Школа жизни» уже в студенческий рост. У нас сегодня большое количество наших школьников являются участниками АТР. А бывшие наши студенты, то есть школьники-студенты, они сегодня являются экспертами на площадках АТР. И вот благодаря администрации края, благодаря губернатору, вот именно получилось такое хорошее взаимодействие и последовательность. Школьники, студенты, ну дальше, наверное, уже взрослые люди. Ну понятно. А как так получилось, что сегодня «Школа жизни» является площадкой для развития юнормии и российского движения школьников в Алтайском крае? Развиваясь 10 лет, объединив достаточно большое количество школьников и получив такие хорошие традиции, мы нас признали и на федеральной площадке. Мы были один из лучших социальных проектов при молодежном парламенте, при Государственном Думе Российской Федерации. Нас несколько лет подряд мы являемся призерами президентских грантов. И когда два года назад по указанию президента было создано российское движение школьников и юнормейское движение, там была рекомендация о том, что их формировать на базе уже где-то зарекомендовавших себя проектов. И получается, что «Школа жизни» была очень хорошая площадка, на которой можно было бы базировать и российское движение школьников, и юнормейское движение. И мы сегодня очень активно сотрудничаем и с юнормейским движением, и с российским движением школьников. То есть мы как раз именно на территории Алтайского края смогли объединить эти движения, что не каждое движение само по себе развивается, а мы смогли их объединить на одной общей площадке, потому что дети одни и те же. «Школе жизни» 10 лет. Я так понимаю, что вы даже не ожидали, что дорастете до такого возраста. А что дальше? Мы предполагали, что это будет очень длинный путь, хотя, конечно, я надеялся, что это можно сделать чуть быстрее. Но вот уже 10 лет, и для нас уже нет такого ощущения, что что-то должно закончиться. Мы уверены и надеемся, что будет еще 10 лет, и что мы сегодня уже видим наших ребятишек, школьников, уже папами и мамами. И через 10 лет, я надеюсь, мы увидим и пап, и мам, это уже будут взрослые люди, которые, наверное, вспомнят свое детство, как в свое время мы вспоминали пионерское свое детство с таким, ну, наверное... С ностальгией. С ностальгией. И то же самое будут делать уже новое поколение. Они также будут вспоминать с ностальгией «Школа жизни». Наши планы. Сегодня мы начали сотрудничать с Республикой Алтай, с Казахстаном, с Новосибирской областью. Их наш опыт. Достаточно им очень интересно участвовать в проекте. На форуме, который у нас только что школьный закончился в Павловске, уже представители Новосибирска. У нас уже есть взаимоотношения. Наши планы. Мы хотим распространить наш опыт и движение «Школы жизни» на соседние территории. И, конечно же, очень хотим охватить всю территорию Алтайского края. Именно в соревновательном процессе школьники, обучаясь в одной школе, им очень сложно соревноваться друг с другом. Они живут друг с другом изо дня в день. Когда у них появляются соперники, соседние школы, соседние города, соседние территории, у них мотивация и стимул вырастают гораздо выше. Я желаю вам успехов. Спасибо большое. И напоминаю, что сегодня десятилетие проекта «Школа жизни» мы говорили со Всеволодом Кондратьевым, депутатом Кривого законодательного собрания, основателем молодежного движения «Школа жизни». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова